так ребята вот он аккумулятор пришлось разориться это у нас 110 ампер часов и 920 ампер он выдает но вот такой вот аккумулятор на porsche это по стандарту стоит точнее по инструкции на porsche по размерам и так далее вот взял его за 82 тысячи тенге пришлось разориться я еще сука даже не заводил тебя уже денег отдал так что вот а еще он обоссался тварь ну ладно сейчас воткнем аккумулятор попробуем с новым аккумулятором покрутить потом посмотрим компрессию выкрутим свечки ну и посмотрим почему же ты не заводишься так что там же не уже свечки по вытаскивал да ну какая катушка новая изолента стайл надо будет поменять мы вот наши свечи свечи стояли dance a k20 pb r s10 вообще свечи левые не отсюда но топливо бензином пахнет значит топлива есть бензонасос работает питание есть значит будем искать из круг зацените это чё у нас какой как они считаются оттуда или то вот отсюда наверно не считаются до 1 2 3 3 короче третью катушку хрен вытащишь пока не снимешь под подушка или чё это рычаг верхний она прям вот снизу тут пиндец короче нужно получается выкрутить снять подушку только тогда снимается катушка и свеча короче женя вынес вердикт с новым аккумулятором ничего не получилось то же самое да все скорее всего там в клин вкладышей там на коленвале в общем ладно вытаскиваем мотор ставим сюда другой мотор привозной а этот мотор разберем и посмотрим что же там случилось с ним тут короче вариантов нету да чтобы снять двигатель порш нужно разобрать всю морду потому что он вытаскивается сверху снизу подрамник там даже поддон не снимешь никак подрамник снизу в общем ладно будем разбирать морду вытаскивать движок как-то так жека уже тут по на разбирал чуть-чуть до бампер сняли чуть-чуть до хрена радиаторов тут стоит бреу и киу еще основной большой там короче нахрена столько радиаторов коробка кондер короче капец да немножко до хрена потом подкрылок сняли амбальский вот такой вот тормоз суппорт чуть-чуть немножко большой как раз туда мой сандаль да вот ставишь вместо колодки пневма тут проводов чуть до хрена конечно да в этом всем придется разбираться сигнал гудок выделка так теперь верхушку в общем надо морду разбирать чтобы вытащить движок хотя наверное женя говорит что проще было бы подрамник нахрен вниз спустить подрамником но я ему сказал ему-то виднее я не знаю хочешь делай до 3 так ну все ладно мы короче за движком наверное поедем покажение разбирают все так минус еще запчасти пара телевизор кстати телевизор пластиковый идет пластмассовый вторая фара кучу всяких звездных болтов потому что все на звездочках практически немец но и осталось снять радиатор и в принципе доступ к мотору будет потом откручивать уже сам мотор снимать по радиаторам чё ну верхний шланг который бежит смотри побежала это получается вот этот вот патрубок сверху этот тоже сверху отсоединяем снизу у нас коробочная вот эта херня тоже откручиваем все охлаждение коробки это верхний радиатор кондерный радиатор тоже вот здесь два болта тоже отсоединяется и вот это наверное гур все-таки охлаждение там сзади тоже на хомутах резинки хомуты снимаем трубки резиновые сдергиваем и можно в принципе радиатор вытащить чуть-чуть дохрена радиаторов наконец-то жека снял радиатор тут походу я в одной ремень чтобы поменять это нужно капец немножко чем мы видим здесь движок чуть больше чем у и рыкса в два раза примерно здоровая вот такая херня в 8 теплообменник масло я тут чуть-чуть зафоршмачился им ну и вот собственно сейчас будем выдирать движок как-то завтра еще нужно гуся притащить так ну чё давайте разбираться методом научного тыка пальцем вот это у нас компрессор кондиционера идет тут вообще если честно вот хер к чему подлезешь не разбирая ничего это реально далеко не тойота потому что немецкие инженеры они сначала накуриваются усмерть короче а потом начинают чертежи делать вот это генератор причем к этому генератору который тоже хер просто так снимешь и вытащишь куда подходит еще и охлаждение смотрите тут есть охлаждение генератора трубка далее ну теплообменник фильтр единственное что грамотно сделать масляный фильтр вообще легко просто снизу открутил новый закрутил грамотно далее идем насос гура тоже даже даже не знаю как он снимается очень до херова знает помпа натяжитель даже есть на а он какой ролик то натягивает это наверное как раз таки натяжитель гура а вот этот на тяге анон полностью да то есть на группа идеи она над ним ремнем да получается все это и это единственный натяжитель идет обводной ролик еще один обводной ролик тут что применять только поменять это я не знаю ребята если хотите porsche купить подумайте сто раз подумать оно вам надо это у нас просто и стол головного мозга поэтому но это конечно да инженеры тут даже даже не представляю как этот двигатель еще стягивать бы скорее всего подрамник вниз ронять до снимать эти до откручиваем пневмы и с подрамником походу он вниз уйдет потому что были по моему так само просто будет его снять нежели что-то там выпендриваться гусем до жесть так далее чудил и выхлоп скручиваем вот от раздатки передняя раздатка у нас нужно будет открутить кардан скручиваем выхлоп скручиваем балку вот эту одну и подрамник вот потом это все снизу роняем и и у нас кузов уходит вверх а движка остается на полу как-то так да капец тут пороги алюминий она тут никогда не сгниет два бака точнее он один разделен на две части два насоса стоит вот такая вот жесть масло тоже везде поменяем в редукторах потом когда заведем сняли два задних кота естественно их там нету пусто дыра все было спизжена до нас до вырезано хорошо там нету лямбда зондов так что в принципе porsche он не видит что у него там задних катализаторах творится так кардан в общем снимаем смотрите я конечно не инженер да но мне кажется на rx 300 разбивает крестовины на кардане потому что там нету эластичной муфты как здесь которая должна смягчать вот эти удары здесь она стоит оба на движку об опустил сюда свечи меняет как я тебе помнишь высылал видео про range rover он говорит свечки по чуть-чуть двигатель вверх точнее этот кузов до вверх нужно было поднять ну а собственно вот движку джека спустил уже теперь надо двигатель открутить от подрамника и от коробки капец коробка здорово вместе с раздаткой вот эта раздатка а вот эта коробка чё тут у нас тут у непонятно какие-то обозначения на да нет какой у за ты чё я чем миллионер что ли да на porsche двигатель дешевле чем на узел повинять так но мы на разборе тут был один был уж не движок но что-то мы клапанную крышку сняли и мне не нравится вот это вот это пиндец и плюс еще видно там то есть его еще мы ли этот движок видно да царапины вот то что его чистили от счетки в общем короче не пойдет наверное подождем нормальный движок это долго не будет жить оттуда лезть еще раз разбирать это вообще от вообще так вот этот мотор за 300 тысяч отдают если в чё доброе утро нам стасик дал погонять своего гуся вот он чем мы сегодня и будем заниматься женя уже открутил коробку почти пару болтов осталось снизу и будем располовинивать ну и вытаскивать движок кстати сняли клапанную крышку сейчас продемонстрирую она пластиковая смотрите пластик пластик ну и в принципе не так все печально вот как на прошлом двигателе который хотели нам контрактный продать это мой даже чище чем тот но к сожалению есть небольшой нюанс за снизу сверху нюансов нет но есть нюанс снизу смотрите у здоровых машин я имею виду головой у них у всех отверстия снизу до чтобы располовинить там нужно открутить звезду от бублика вот а здесь у нас сбоку окошечко вот она такая маленькая и ты крутишь и откручиваешь звезду эту от бублика вот звезду давида причем все как мы любим на звездочках вон там видно на этот болт их там 6 до должно быть и прикол в том что когда эта конструкция вся на машине стоит ты туда ничем не подлезешь и коробку походу снимать нужно тоже вот в таком положении это ссыка porsche да как то так так ну чё открутил женя тут все коробочка вот сошла раз половине ли и принципе двигатель у нас уже висит на гусе смотрите какой интересный факт куда же немцы затолкали пневмокомпрессор вот с этой стороны под порогом алюминиевым баллон а вот с этой стороны там видно вон там стоит компрессор чтобы снять компрессор то есть он внизу там в воду заезжаешь по порог и компрессор у нас в воде находится как то так ну и вот он двигатель от коробки отдельно ты был там вставил до добрый вечер подписался обоссался бывает так сейчас тогда чем мы делаем сейчас двигатель опустим вот и наверное пока двигателя нет двигатель ли или сегодня или завтра позвонят там разгружается контейнер еще а мы снимем наверно рейку пока к ней есть доступ и повезем на реставрацию там чё пацаны скажут если можно отремонтировать рейку отремонтируем нет тогда придется покупать новую благо она тоже не сильно дорого стоит почему же он заклинил интересно да судя по маслу точнее по мазуту который с него течет вот тут реально до мазут отработка жесткая тысяч 205 на нем его не меняли 24 500 до уже не точно знаю кусками были жесть реально мазута вот так вот у нас за машинами следят да тем более за такими а в него между прочим масло нужно раз в 5000 менять и этот двигатель вот требует очень чистого масла как и топлива в принципе вот печально печально да печально так ну теперь поддон снимаем здоровый поддон на куче болтов сейчас посмотрим что там внутри с вкладышами поддон тоже не так просто вот до этих болтов не долезешь чтобы эти болты открутить шкив нужно снимать короче тут капец все не просто еще короче подводный камень да мы уже движок перевернули мордой вверх чтобы поддон снять вот этот нужно сбоку вот этот блок открутить где стоит компрессор кондиционера и гур и то не факт да потому что он поддон вытаскивается вниз и вверх получается то есть на себя по-другому никак потому что там стоит вал какой-то или что это короче не все так просто и эту чтоб херню снять тоже еще кучу болтов открутить жесть короче сняли эту херню тогда только вылез под дом потому что здесь вот такой вот сосок стоит и он вверх поднимается но мы-то первый раз и поэтому не знали и и захерачили масло горловину короче ли как она называется ну ладно это хер с ним в поддоне примерно вот такая херня и чтобы добраться до коленвала еще 600 тысяч болтов нужно открутить в общем я тебя поддона ничего нам не дало вот это все тоже нужно разбирать лобовину снимать короче это жопа полная немцы я вас люблю просто обожаю как-то так очень ладно хрен с ним ждем общем движок ставим привозной движок и все